Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Сегодня речь пойдет о великолепной совершенно книге. Я о ней только что выкладывал ролик, но, к сожалению, он пал жертвой у моих кривых рук. И вот сейчас это видео уже невозможно найти, я не знаю, где файл. Только что все было сделано, все было в порядке, технический сбой помешал. Что ж, придется рассказать о ней заново, сделаю это с огромным удовольствием. Итак, Иван Иванович Салертинский. Этюды о музыке. Так названа эта книга. И жанр этюда, такой легкий, такой необязательный, такой, значит, кажущийся поверхностным, он предполагает, что это что-то такое, ну, в общем, не очень серьезное. На самом деле, этюды о музыке Салертинского, это глубочайшая работа. Это собрание текстов, которые, ну, не просто знаковые для русской академической классической музыки и для вообще всей части культуры на русской почве вот этой вот. Это просто что-то невероятное. Впервые о Салертинском я услышал от Ираклия Андронникова. И, в общем, я тогда еще сделал себе зарубочку мозгу, надо обязательно обратиться к этим текстам. Но где, где их найти? Они совершенно были мне неизвестны. И сейчас, когда, наконец-то, эта книга, я бы сказал, с десятилетним запозданием попала ко мне в руки, я чрезвычайно рад, что она издана. Это издательство «Свинин и сыновья» Новосибирск. Я очень рад, что я ее читаю, и я просто наслаждаюсь каждой страницей. Кто такой Иван Иванович Салертинский? Значит, это музыковед. Это человек широчайшей эрудиции. Это знаток музыки, каких мало было и, наверное, нет в наши дни. Существует огромное количество книг о музыке. Но большинство работ, написанных музыковедами, они написаны строго для музыковедов. Анализ музыкальной формы – это наука. Это очень тонкая, сложная вещь, которая вызывает смертельную скуку у слушателей зачастую. Просто потому, что без понимания всей остальной музыкальной грамоты, коей я, например, совершенно не обучен, невозможно разобраться так, что именно хочет сказать автор. И вот Салертинский – прямая противоположность этим книгам. Он пишет ясно, доступно, абсолютно наглядно. Понятно, даже школьнику, без малейших признаков музыкального образования. Лишь бы сердце ваше откликалось на какие-то классические мелодии, лишь бы любознательность ваша заставила хотя бы открыть эту книгу, дальше, я вас уверяю, вы будете ее читать, наслаждаясь великолепным литературным стилем и тем, как именно пишет Салертинский о музыке. Как же он это делает? Значит, во-первых, он умеет музыкальные образы рассказывать словами, как никто иной. Это невероятно сложно – рассказать музыку словами, ведь в ней нету наглядного содержимого, которое можно изложить. Программа музыкального произведения, конечно, есть. Есть программные вещи, где описывается музыкой. Какие-то происшествия, какие-то действия, какие-то эпохальные события или что-то мелкое, трогательное – пожалуйста. Это обычно в названии излагается. Но и только-то. Так почему же одни вещи с этой самой программой прекрасны, а другие с этой самой программой остались глубоко в архивах истории и никому сейчас не интересны? Вот только описание самой музыки может дать ответ на этот вопрос. И Салертинский умеет, как никто, рассказать о музыке. Он умеет этот лейтмотив описать так, что ты его узнаешь из текста. Что чрезвычайно важно для тех, кто, как и я, музыкально безграмотен. Потому что по нотам я могу разобрать в опале «Березка стояла». Партитуру я не разберу, конечно, ни в коей мере. Абсолютно человек, не обучавшийся никогда ничему в отношении музыки. И вот для меня это бесценны, эти страницы. Ведь читая работы о любимом мною Моцарте, читая работы о классической музыке, я все время ловил себя на мысли, как же мне не хватает примечаний с указанием минуты и секунды. Откройте запись такую-то, значит, дополнение такой-то, такой-то, даты запись, значит, там четвертая минута, сорок пятая секунда. И вот там начнется лейтмотив. Потому что мне приходилось угадывать, мне приходилось возвращаться. Нотные цитаты ничего мне не говорят. Я с трудом их разбираю, я не знаю, но в достаточной степени. Это распространенная проблема. Сейчас полно книг с фрагментами музыкальными, то есть там просто можно открыть на компакт-диске нужную дорожку и послушать. Но, к сожалению, далеко не все таковы. И вот Салертинский ни в каких дополнениях в виде музыкальных фрагментов не нуждается. Хотя это никогда лишним не бывает. Он так описывает музыку, что ты действительно узнаешь этот лейтмотив с первого прослушивания. И даже если сам материал тебе абсолютно не знаком. Это первое. Второе. О чем бы он ни писал, о какой-либо частной вещи он ни говорил, об отдельном произведении композитора или об эпизоде из его жизни, о каких-то особенностях восприятия, исторического восприятия музыки. Оно менялось очень сильно и продолжает меняться. Он всегда делает обобщения, которые доступны только глубочайшему знатоку, которые доступны ученому. Он, рассказывая о Фиделио Бетховита, говорит нам в целом о Бетховине гораздо больше, чем толстенные тома, написанные о нем. Он, рассказывая в коротком, но очень веском очерке о волшебной флейте Моцарта, дает нам картину и верные установки, направляющие для изучения и освоения всего творчества великого Моцарта. Понимаете? Это чрезвычайно сложно сделать. Рассказывая о каких-то частностях, он как будто парит над всей этой картиной, на невероятной высоте и показывает нам перспективы и горизонты, которых ни один другой музыковед показать не может. Цовертинский феноменален в этом отношении. И вот огромная наша трагедия и очень большая жалость в том, что в 1944 году он скоропостижно скончался, находясь в Новосибирске в эмиграции. В этой книге есть воспоминания о нем. В этой книге есть слова Дмитрия Шестаковича, которые невозможно забыть, о его близком друге, они дружили. В этой книге есть благодарственное слово от лица Новосибирска, потому что именно Цовертинский своей деятельностью сделал в годы эмиграции Новосибирск по-настоящему центром музыкальной культуры. И с него начались какие-то великие начинания, которые сейчас делают Новосибирск одной из музыкальных столиц нашей Родины. И это отдельная совершенно тема, почитайте, полистайте, если вам интересно. Это очень здорово. О чем бы ни писал Цовертинский, о Моцарте, о Глюке, о Гайдне, о Бетховене, о современных композиторах, о русских композиторах, он делает это так, как это делал божественный Винкельман. Легко набрасывая какие-то идеи, которые потом станут, я не знаю, основными для восприятия этой музыки во всей второй половине и начале 21 века. И вот сказать о Цовертинском, что он просто написал очерки о музыке, это все равно, что сравнить Леонардо да Винчи с безвестным штукатуром, который просто что-то там нарисовал, какие-то фрески, написал какие-то картинки, чтобы повесить их на стену. Это действительно гениальный человек. Он читал, судя по воспоминаниям, если я не путаю, на 20 языках. Он знал все. И хотя он опирается, допустим, мне ближе пример с Моцарта, потому что здесь я чуть-чуть более глубоко в материале, значит, он пишет о Визева и Сент-Фуа, как о актуальнейшем, новейшем источнике в Моцартоведении. То есть, понимаете, речь идет о работе более чем столетней давности. И ясное дело, что, казалось бы, такие вещи должны быть устареть, должны точно отойти в прошлое, от нас отступить, и язык должен стать немножко архаичным. И само восприятие музыки ничуть не бывало. Такое ощущение, что перед вами лектор, который произносит великолепный доклад об этом, предваряет какой-то блистательный концерт, речью с зажигающей публикой, будоражащей ее интеллектуальные способности. Музыка – это не только чувства, там требуется еще и понимать, что именно ты слышишь. И вот это понимание пробуждается, помогает пробудиться этому пониманию, как никто другой. Происходит это здесь и сейчас, потому что не устарело ни одним словом, ни одной йоты. Я хочу сказать, что эта книга действительно из ряда вон выдающееся явление. И хотя я много хвалил некоторые книги о музыке, которые мне, как глубочайшему дилетанту и человеку, незнакомому с музыкальным образованием, и нет музыкального образования, понравились именно тем, что они доступны, как я о каких-то сложных вещах говорю. Это Ирина Якушина, всеянная Моцарта. Это Артем Баграфтик, да. Если не смотрели его передачи, не читали его книгу, «Партитуры не горят», почитайте обязательно, это очень интересно. Но, но, существует и, по-видимому, уже классика в этом жанре, в этой сфере. И это не просто популяризация классической музыки. Это та часть культуры, без которой интеллигентный человек не может себя таковым называть. Потому что здесь есть знание о том, что мы такое вообще. Знание о природе человека, о природе искусства как такового. Вот что сокрыто в этих этюдах, легких очерках, да, не обязательно в жанре о музыке классической. Читайте издательство «Свинин и сыновья» Иван Иванович Солертинский, этюды о музыке.